Я думаю, что 1020, скорее всего, майнить она не будет, но тем не менее я запустил, это все хозяйство у нас работает, майнить 29.4 и майнить уже практически 10 минут. Оставлю для победного, чисто для прикола напишу в своем новостном, когда это все отлетит. Собственно, по тому ролику, что осталось добавить. Прошло у нас несколько дней, память 1010, то есть я ее как после ролика запустил, она так и работает, Евро 718 так и работает, Корклок 1100 работает. Собственно, я бы тебе показал вообще шикарный график, вот тут, видишь, график у нас получается на 15 часов, но из-за того, что мой товарищ вот тут подключился, видишь, да, со своим ригом по гарантской работе стал проверять видеокарты, да, у меня данные немножечко слетели, а так можешь посмотреть, вот 28 августа, 29.2 она майнит, 29 августа, 29.2 она майнит, 29 августа уже заканчивается, 29.2 она майнит. Вот тут вот в моменте его выбили и дальше она продолжает майнить, в принципе, без проблем. То есть сапфир работает, работает и работает, как помнишь реклама про энерджайзер, что-то типа того. И напоследок осталось добавить, что эта карта по кефиру и закончив, как говорится, да, эта карта на кефире дает доллар 13 грязными в день, из них нужно будет заплатить 8 центов, при том, что 80 ватт потребления мы берем с запасом, обратите внимание, да, и чистыми останется доллар 0.6. Погнали по другим монетам дальше. Запустил ворону на кефировских настройках, то есть с заниженным ядром и заниженный кор вольтаж у нас. То есть сейчас надо будет повышать, вот так оно майнит, 11.13, 11.10, 11.07, то есть в моменте чуть-чуть хэш скочит. При таком раскладе, вот они мегахэши, вот оно потребление, вот она розетка 3 рубля. 24 доллара грязными в месяц карта майнит, из них 2.30 с копейками надо отдать за электричку и останется чистыми практически 22 доллара. Выкрутил ядро на 1400, мемори опустил до 900, напруга 800, карта майнит 13.17 на вороне, вот 13.17, 13.17, 13.17. При этом профит получается уже, вот она 92 ватта, показываю, что действительно это так, 132 минус 40, 92 ватта. Вот он мегахэш и уже имеем 95 центов грязными. Вместе с грязными 28.65, 26 долларов, короче, чистыми останется. Монетка BIM, запущенная с заниженным ядром, проще говоря, с кефировскими настройками. Майнит 12.3, вот так это она майнит, смотри. 12.3, 12.4, ну в среднем где-то получается 12.4, тут так и записано. С потреблением, внимание, 59 ватт. Ну 59, сейчас уже 61 минус 40. Короче, оставим 59, было 59, ничего не знаем. Розетка 3 рубля, 20 долларов в месяц с грязными, доллар 70 за электричество расход, итого остается 18.30. Кстати, вот смотри, 59 стало, видишь. Выкрутил ядро на 1390, чтобы такое ядро держалось, добавил коровольтажа до 800. Получил в среднем от 13.4 до 14.3. 13.9, 13.7, где-то вот так в районе 14. Солей вот так напишем 14. С потреблением, вот потребление выросло, да, 82 ватт. Получается 22.60 в месяц. Ну, грубо говоря, 2.60 надо отдать за розетку, чистыми останется 20 долларов. Монетка NIMIC, ядро 1390, memory 1010, core voltage 800 с запасом, те же самые настройки, что были на BIM. Показывает 286 кг, вот так вот и все, майни, 286, 286, всегда 286, практически 287. Наверное, можно чуть докрутить, но это уже без меня. Соответственно, 286, 83 ватты, сейчас покажу, если не веришь, вот 123 минус 40, 83, розетка 3 рубля. Получается 32 доллара грязными в месяц, надо будет заплатить за электричку почти 2.40, и останется чуть больше 30 долларов тебе с нее. Монетка Тюби, одна из семейства гриноподобных. Здесь особо крутить не надо, но я оставил предыдущие настройки, то есть особо ничего не трогал. Вот так она манит, обратите внимание, 2.07, 2.10, 2.07, 2.07, то есть средняя где-то 2.07, но здесь записано 2.1, извиняй, в принципе это сильно на профиль не повлияет. Написано 64 ватта, проверяй, 104 ватта минус 40, будет 64. Вместе с грязными 14 долларов, а если ты заплачешь за электричку 1.84, то останется 12 долларов с небольшим с этой монетой. Ну, не тянет она на этой монете, хоть и 8 гигов памяти у нее, но не тянет. Кстати, мы с тобой совсем забыли поговорить про память, что память в идеале, потому что ей не видно, что она греется, потому что это сапфир. Грин 32 особо не настраивал, чуть-чуть дал ядрам память что-то среднее, предпочел 0.2 графа в секунду, 0.2, 0.2, 0.17, 0.2, 0.17, но в среднем получается все-таки, наверное, 0.2. 50, 64 ватта, а здесь 54, неправильно, да, поменяю. Получается 60 центов грязными в день или 16 долларов 30 центов чистыми в месяц. Монетка Cortex, я сильно не заморачивался с правильными настройками, ну, как бы, как и все гриноподобные, да, я поставил нечто среднее, то есть среднюю корвольтаж, среднюю память, среднее ядро такое. Получается в среднем 0.87, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, поэтому, наверное, 0.9 графа в секунду мы с тобой запишем. При таком раскладе получается, что RX 5500 будет майнить 46 центов грязными в день или в месяц с грязными почти 14 долларов или с учетом оплаты электричества 12 долларов чистыми. Монетка Cortex 1.21 мегахэша из настроек что сделал? Выкрутил ядро, память на сколько смог опустил вниз, корвольтаж задал 845 напруга на ядро. Вот так вот это все майнит 1.21 мегахэша 57 центов или 17 долларов грязными. Практически 15 долларов чистыми. Температура ядра, температура памяти. Сапфир какой-то непробиваемый, да? Лучший производитель просто майнерского оборудования. Недаром он стоит дороже всех других остальных карт. Вот почему, потому что, видишь, память 54 градуса. Монетка Swap 1.98 графа в моменте показывает. Вот такой разгон стоит. Вот так это все дело майнит, то есть 1.97, 1.97, 1.97 практически синхронно. Ну, я так и записал в калькулятор 1.97, 64 ватта, потому что 64 ватта. И получается у нас 11 долларов грязными, 8.70 чистыми. Ну, вообще, вот сколько гриноподобных мы посмотрели. Считай, Swap, YouTube, там, грин, еще какие-то монеты, не помню, да? Показывает себя слабовато. Несмотря на то, что 8 гигов у нее на борту, но что-то слабовато показывает. Здорово, дорогой, я выспался с новыми силами. Пошел, поставил фон. Последний, десятая монета у нас будет Ucash. Вот такие вот настройки. Монеты это Nike Hesher, поэтому максимально тянем ядро вверх. Максимально опускаем память. Наверное, здесь можно больше, я, наверное, сфилонил чуть-чуть. Прибавляем корвальтаж, чтобы держалось ядро. Здесь я задал запасом. И имею вот такое энергопотребление. 109 ватт, минус 40, получается 69. Значит, он взял нужное, получается? Нет, ну да, в принципе, он взял нужное. И вот так вот она майнит. Давай нажмем. Майнер шоу. 16 солей. От 14,6 до 16. В среднем, наверное, 15,2. А я вписал, сколько я вписал? А я вписал 16,2. Но если 16,2 разгонишь на стабильном, то будет 45 центов в день грязными. Или порядка там 14 долларов грязными в месяц. Из них нужно будет заплатить, естественно, электричку. Посчитаешь сам. 7 центов в день умножить на 3. 2 доллара 10 центов на 30 дней, если умножить. А у меня на сегодня все. Ты, если хочешь, чтобы я сравнил эту видеокарту с видеокартой 1660 Super. Хотя это не ее уровень, потому что это RX 5500 XT. То есть она должна 1650 Super сравниваться. Ну, давай попробуем собрать 1000 лайков. И я обязательно это сделаю, как только увижу. А у меня на сегодня все. Подписывайтесь обязательно в Инстаграм, Телеграм, Твиттер, на Ютуб. Я всегда Визир, рад тебя видеть. Всего доброго. Пока-пока тебе.